Всем привет! Мне кажется, что трудно не согласиться с тем, что мультфильмы Дисней и выпущенные в 90-х были легендарными. Но вы сами посмотрите, в эти годы вышли Красавица и Чудовище, Русалочка, Аладдин, Мулан и Геркулес. Да даже Король Лев, Норм Мульт, хотя, честно, мне он никогда не нравился. И среди всех этих великолепных произведений искусства затесался не менее великолепный мультфильм, основанный на книге Эдгара Райса Бероза, а именно Тарзан. Данный мульт вышел в 1999 году и рассказывал он о приключениях Гачада в джунглях. В принципе, он вроде как просто пересказывает сюжет книги, поэтому ничего необычного здесь не увидите. Нет, если книга отличается от мультфильма, то дайте об этом знать в комментариях, просто, честно, я не знаю. Я не был знаком с первоисточником. Короче, по сюжету корабль потерпел крушение, и рандомная семейка с плоденцем остаются в живых и доплывают до острова. Там они себе строят дом, чтобы их на третью ночь не настиг фантом. Но в одну день мамку и папку царапают леопард, и они погибают. И тут рядом проходила обезьяна, которая нашла малого, и которая его приютила. И, в общем, сразу же испортила ребенку жизнь, назвав его Тарзаном. В общем, он взрослеет, дружится с самыми отбросами общества, и взрослеет еще раз, превращаясь в мужа Наташи Королевой. И тут людишки устроили, понаехали четыре, и стали похищать обезьян, допилить джунгли. И желание потрахаться с дочкой профессора, ну а точнее желание спасти друзей и Африку в целом, побуждает не лысого из Бразерс сразиться с Клейтоном, местным крэйвеном-охотником. Ну и естественно, он его побеждает и становится вожаком. А профессор с мимишной дочкой остаются на острове. Но, как вы знаете, все мультики 90-х так или иначе получали ненужные сиквелы на DVD. И Тарзан не стал исключением. Например, в 2002 году вышло продолжение Тарзан и Джейн, в котором рассказывалось о романтических приключениях парочки. А также в 2005 году вышел сиквел, который хоть и имел в заголовке цифру 2, все же был приквелом первой части, который больше рассказывал о жизни маленького Тарзана. Ну и конечно, мульты имел отдельный мультсериал «Легенда о Тарзане», который включал в себе 2 сезона и который выходил с 2001 по 2003 годы. Но вы наверное уже спросите, а когда уже обзор игры-то будет? А я вам скажу, что в общем уже сейчас. Одноименная игра по мульту 1999 года вышла в этот же год на ПК, PlayStation 1 и Game Boy Color. Версия на Nintendo 64 почему-то вышла спустя год. На больших трех платформах игры почти не отличались, ну а на Game Boy, естественно, игра претерпела немало изменений, начиная с того, что это вообще была другая игра, разработанная другими людьми. Основную же версию разрабатывали Eurocom, студия, которая в будущем нам подарит GoldenEye 007 и 007 Легенды. Мои самые любимые шутеры от первого лица. Ну, естественно, после пяти фееричных Call of Duty. Сама же по себе игра является самым обычным представителем жанра 2.5D платформер. Здесь же, как и во многих платформерах, вышедших в нулевых в конце 90-х, нужно проходить разнообразные уровни, сражаться с противниками, собирать монетки, бонусы и искать секретики. И эта игра, что хорошо, очень простая и не в плане сложности, а в плане восприятия. И поэтому подойдет как ребенку, так и 40-летнему скуфу. Ну и конечно, самое главное, игра просто веселая. Хоть никаких приколов там и нет. Перед тем, как начать разбирать уже саму игру, я хочу на кое о чем обратить внимание. На PlayStation версии, перед началом каждого уровня и в конце, крутятся небольшие сцены из мультфильма. Они здесь выступают катсценами и мостами между предыдущим уровнем и следующим. Так вот, сколько раз я играл на ПК, у меня ни разу не было тех самых сцен в игре. А играл я три раза, на HP, 7-ки и на 10-ки. И каждый раз ничего не было. Даже в отдельном меню с Wi-Fi Gen нельзя было посмотреть выиски. И судя по всему, это дело в репаках. Я не помню, какие репаки у меня были тогда, но сейчас я пользовался репаком от сметанки, который весит всего 70 мегабайт. Но благодаря ему, у меня игра запускается через 3DFX, отчего открывается на полный экран и работает без графических багов и лагов. Есть также версия на 800 мегабайт и скорее всего она. Во-первых, старая будет работать через жопу, а во-вторых, в ней скорее всего уже будут те самые мультики. И честно не скачивал, так как для меня все-таки стабильная работа игры лучше, чем сцены из мультика, который я смотрел. Пока я еще в опциях, хочется отметить то, что в игру можно играть с геймпада. Только для этого нужно самому настроить управление. И если что, не пугайтесь, игра не видит триггер истики, но даже так на все про все кнопок хватает. Здесь также можно выбрать сложность, их три варианта. Легкая, средняя и сложная. Сразу начать с харда не получится, сначала нужно пройти игру на легком, потом на среднем, а потом уже получится пройти игру и на сложном. Ну и во вкладке загрузить у нас тоже появляется джейн, и именно там в случае проигрыша мы выбираем уровень, с какого хотим продолжить. Первые два уровня являются своего рода обучения, в которых наш друг обезьяна, о которой я всегда думал, что пацана на деле нет, подсказывает, что да и как делать. Учит как прыгать, лазать по лианам, по прёвнам, взбираться на скалы и ломать под собой землю. В игре можно собирать монетки, они здесь работают как в крэше Бандикуте, то есть собрав 100 золотых, мы получаем дополнительную жизнь. Подойдя к ночной бабочке, можно сохраниться, и если у вас несут полоску хп, то продолжите игру с места, где вы в последний раз подобрали бабку. Схватив банан, можно похилиться. Бананчики, бананчики, бананчики. Ну, ещё есть один фрукт, который восстанавливает здоровье, но честно, я не знаю, как он называется. Кроме всего этого, на каждом уровне есть секретики. К примеру, если собрать все шесть буков, Т, А, Р, З, А, Н, то можно открыть кат-сцену, но стимула собирать у меня их не было, так как вы помните, вырезки с фильма у меня не работают. Зато стимул был собирать рисунки с обезьяной. Собрав все четыре, можно открыть бонусные уровни, которые почти все отличаются между собой. Например, есть левелы, в которых нужно плыть по реке, скатываться с веток, прыгать по палаткам и убегать от обезьяны. И последнее, что можно встретить на локациях, так это врагов. Победить их можно просто кинуть в них гранату. Ну ладно, я шучу. Бросаемся же мы фруктами, от которых опы так и так взрываются, только после взрыва из них вылетают бабочки. Ладно. Зелёные фрукты бесконечны и урона носят минимальный. А вот уже синий, розовый и фиолетовый нужно искать. И их количество ограничено. Побросавшись ими, я сильно разницы между ними не увидел. Но так или иначе, они эффективнее стандартной амуниции. Но что ещё эффективнее, так это заточка, а-ля чоппинг древних людей. И да, ей реально можно протыкать противников. Она не выдаётся сразу, и на каждых уровнях её сначала нужно отыскать. Ну, в принципе, это не так уж и сложно. Попрыгав верхом на газели и скатившись с веток, я завершаю первые два уровня. В третьем по сюжету Тарзан проспорил с Теркиной. И теперь он должен будет сорвать волосы слона. Да так, чтобы это вышло незаметно. Угу, незаметно. В общем, тяпаем до слонов. Параллельно оседлав уже одного и орально его отымев, Я делаю прыжок Веры в воду. Там, проплыв мимо брёбен и крокодилов, я и настигаю стадо слонов. Слоны, конечно, уху ели, ну, я имею ввиду уху ели. И теперь, как обкончены, бегут за мной, а я тем временем даю смачные от них пас ёбы. На следующем уровне Тарзан подрос и теперь стал горячим гоу-гоу парнем. Если раньше носорог был маленький, то теперь он вырос, и теперь его тоже может Тарзан отыметь. Главное самому не стать отымённым, сев на его рог. Немного попрыгав как дурачок, я на уровне Сабар атакует, прохожу три фазы босс-файта против Леопарда. Перед каждой его фазой мы будем ещё немного бродить по джунглям, а во время сражений из оружия у нас будет копьё. А далее в пятнистого мы переключаемся на Джейн, которая бежит от бабуинов на туфлях с платьем лучше. Чем я, когда просто хожу до магазина. На середине уровня нас подбирает Тарзанчик, и мы оседлав его, скатываемся вниз, попутно открывая зонт, чтобы сбрасывать макак. Спасаем Чекулю, и оказавшись в лагере людей, мы играем за обезьянку. Из интересного тут стоит отметить ответвления на уровне, которые не сразу бросаются в глаза, но если пройти по ним, то можно найти секретик. А ещё мне тут нравятся катапульты, из которых нас запускает обезьянка поменьше, отчего мы летаем как базлайтер, который в бесконечность напердел. Попрыгав на натянутых тканях и проскочив мимо отбитых обезьян, я, забравшись на флаг Великобритании, продолжаю дальше играть уже за горячего качка. В принципе, с ним уровень ничем не отличается от уровня Стерк, только противники тут не макаки, а люди, а забрасывает нас в космос уже мешок с удобрением. Добежав до объекта Фапа, а я имею ввиду до Усатого Деда, мы ещё раз отправляемся в джунгли, где, знаете, жизни потеряете немало. Вообще, сам по себе уровень несложный, просто не надо торопиться с раскачкой лиан и следует ровно попадать в тайминг. Но даже так я фейлил на самых простых местах. Кстати, уйдя по делам, я оставил одного Тарзана с бабочкой, и теперь я не знаю, кто издавал эти звуки, он или она. Добравшись до корабля, мы начинаем полноценно играть в трёх измерениях. Закидав матросов и поуклонявшись от бочек и коробок, я поднимаюсь наверх, потом ещё раз наверх, и потом ещё раз. Далее мы опять попадаем в джунгли, но только для того, чтобы спасти своих братков, которых захотели плен люди Клейтона-охотника. Попрыгав паркур на коробках, мы седлаем слона и спешим на помощь. Ну, только после моей поездки помощь понадобится и мне. Если сломать все коробки, то можно получить дополнительные монеты, кстати. Устроив Mortal Kombat с людишками, я освобождаю друзей и мчусь на боссфайт против Гигачада. Просто он ещё не знал, что в этих джунглях есть только место для одного Гигачада. А именно для меня. Теперь у нас некий кубровой сабвейсёрф, в котором нельзя попадаться охотнику, и в котором нужно добраться доверху, чтобы устроить последнюю схватку. Но даже его дробовик ничто по сравнению с моими взрывными ягодками. Закидав Крейвена, мы завершаем игру и слышим хвалебную речь. У тебя получилось! У тебя получилось! Да ладно! Невероятно! Вот это да! Кажется, ты уже можешь поиграть на среднем уровне сложности. Иди нахуй, сука! Ну и потом нам включаются титры. В целом, сама по себе игра очень короткая. Мне же хватило двух часов и тридцати минут, чтобы дойти до конца. И учитывая то, что я старался собирать все секреты и погибал нередко. Но если вы никогда не играете в неё, то возможно вы в неё будете и дольше играть. Но в принципе игру можно пройти за день. Ну или если растянуть удовольствие, то за два дня. И честно, сейчас как будто не хватает таких коротеньких, но главное интересных игр. Есть маленькие игры, конечно сейчас, но это не то, да и все на любителя. А эта игра сама по себе подойдёт как и детям, так и взрослым детям. Вообще, когда я первый раз играл в неё, я считал, что она сложнее, честно. Но на деле сущий пустяк. Тогда же мне игра очень понравилась и тогда мне и подарила уйму положительных эмоций. Да даже сейчас, во время третьего прохождения, всё равно получаю от неё кайф. Крайне рекомендую, особенно если вы хотя бы смотрели мультик. Хотя, честно, я мульт только посмотрел уже после прохождения игры. Или нет. Я не помню, правда. В общем, если вам понравилось это видео, то с вас лайк и подписка. Ну и коммент напишите, как обзор, и играли вы в эту игру ранее, и понравилась она вам или нет. Конечно, я думаю, что это надо было сказать ранее, но в описании вы найдёте плейлист с моими другими обзорами на игры Дисней. В нём есть обзоры на многие игры по тачкам и на корпорацию монстров. Будут ещё обзоры на другие диснеевские игры, просто нужно подписаться и подождать их. Ну а с вами был снова я, Motion Blur, и я размываюсь, но не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok